Здравствуйте! На ваших экранах информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях Евгений Суботин, заместитель директора Свободного лицея. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте! Насколько я понимаю, сегодня мы с вами будем говорить о волонтёрской деятельности вашего лицея. Если можно, расскажите, как всё начиналось, как получилось так, что ваши ученики принимают такое активное участие в волонтёрской деятельности? Ну, в общем-то, раньше такого слова не было – волонтёрство. То есть у нас просто принято было в лице, что ребята в свои выходные, в свои каникулы обязательно куда-то едут с какой-то интересной задачей. Вот не просто отдыхают, а что-то делают. Делают и кому-то помогают. Вот это потом оказалось, что это называется волонтёрским движением. И нас считали стать волонтёрским отрядом. Ну, что ж, мы не против. Если это так, то хорошо. В чём ваша волонтёрская деятельность заключается? Во-первых, она добровольная совершенно. То есть мы никого не заставляем, и это никак не отражается в наших отношениях с нашими учениками, если кто-то этим… никто, если кто-то с нами не ездит и не участвует в этом. Это во-первых. А во-вторых, эта деятельность организована самими ребятами. То есть они принимают непосредственное участие в подготовке, в приведении всего этого. Не просто приезжают куда-то, одеваются в одинаковую форму, машут флагами, а потом садятся в автобус и уезжают. Нет. То есть всё, что происходит, происходит их руками, происходит при их непосредственной подготовке, и это то, о чём они сами думают и за что они сами переживают. Вот это, наверное, основной принцип, по которому мы взаимодействуем с нашими ребятами. Не просто вот в этой деятельности, а вообще в принципе. Таковы традиции нашей школы. Ну а чём конкретно вы занимаетесь? В чём вот эта волонтёрская деятельность выражается? Вы ездите в леса, очищаете их от мусора, помогаете детским домам. Есть какое-то основное направление? Ну, какого-то основного направления, я боюсь сказать, что оно основное или не основное. То есть мы много лет проводили летние спортивные лагеря, и, в общем-то, наблюдая вокруг себя обстановку, проходя по этим местам, это будет то речка Пра или речка Ака, соответственно, нельзя было безучастным оставаться к тому, что происходит вокруг. То есть есть ли мусор, её надо собрать. Вот волонтёр ты или не волонтёр, есть на тебе красная там футболка или нет красной футболки, мусор надо за собой поднимать. Вот если есть необходимость кому-то помогать, то надо кому-то помогать. Вот иначе просто это не может быть, и ты, в общем-то, тогда лучше дома сидеть. Вот если так. Поэтому это как-то всё вылилось, а само собой получилось. То есть я уже сказал, что нас уже потом стали называть волонтёрами, а мы, в общем-то, просто мы так живём. Один из последних проектов, простите опять за модное слово, это наша совместная работа с Национальным парком Мещерский. Так как мы 25 лет, наверное, уже совместно ходим по ПРЕ, большой компании, то, естественно, что и не могли оставаться равнодушными к тому, что происходит. Мы много участвовали в проекте «Чистая ПРА», который сейчас активно развивается. Мы надеемся, что все будет успешно. И в этом году Национальный парк предложил нам один из своих объектов – это кордон 273, больше известный в Рязани как кордон Паустовского. Нам предложили поучаствовать в организации работы, в организации его восстановления, наверное, так. Потому что одно дело, напомню ситуацию, сам кордон, непосредственно на котором был Паустовский и на котором работал лесник Алексей Желтов, ставший известным после рассказа Паустовского, он сгорел в 80-х годах, его отстроили заново, и сруб очень долгое время стоял, и сейчас он опять уже начал разрушаться. И мы, побывав несколько раз на этом месте, посмотрели и, в общем-то, предложили парку не просто поддерживать его в каком-то состоянии определенном, но и сделать из этого какой-то культурный объект. Потому что, прежде всего, задача национального парка – это взаимодействие с людьми, с тем, чтобы прививать правильную культуру общения с природой, правильное взаимодействие с природой. И в этом мы нашли, конечно, взаимопонимание с парком, и чему очень несказанно рады. То есть мы делали уже несколько экскурсий для ребят на этот кордон, и сейчас помогаем парку его восстанавливать и благоустраивать. То есть мы покрасили окна, отремонтировали эти окна, планируем в этом году, что мы сможем, опять же, совместно с парком, сделать его отапливаемым в зимнее время, чтобы иметь возможность привозить туда ребят зимой. Вот, естественно, они не просто приезжают, чтобы переночевать в деревянном доме, хотя для ребят городских это само по себе уже интересно. Но и что-то поделать обязательно. То есть обязательно экскурсия, обязательно что-то новое и интересное, обязательно что-то полезное сделать руками. – А вы мне что-то говорили про такие литературные гостиные, которые, вполне возможно, там будут проходить, если всё получится. – Да. Это планы этой осени уже. Что, во-первых, это, собственно, кордон, это, скорее всего, если так сейчас модно опять просить, арт-объект, благодаря рассказу Константина Полустовского. Таких кордонов в Мещере, в Окском заповеднике, и в Национальном парке Мещерске было много. Но вот это стало известно именно благодаря творчеству Полустовского. И, в общем-то, благодарность нашему писателю, который, в общем-то, всё его творчество было посвящено Мещере. И именно о Мещере, как таковой, заговорили после Полустовского. Вот не отдать дань уважения и внимания, его творчество было просто невозможно. Поэтому мы сейчас готовим большую программу, как раз привязанную и непосредственно к кордону Полустовского, которая должна там пройти, которая должна быть о Полустовском, о кордоне, И, естественно, к этому мы привлечем и наших рязанских писателей, обязательных поэтов, чтобы, в общем-то, говорить о Пулстовском в Мещере. И лучший для этого места, конечно, кордон Пулстовского. – А вообще интересно, как ребята реагируют на все вот эти идеи, на все эти мероприятия? Ведь сегодня как-то принято считать, что у нас по большей части молодёжь интересуется общением в соцсетях, компьютерами сидят вот в своих комнатах, и у них достаточно мало такого живого общения. Вот когда вы им это всё предлагаете, какую реакцию вы видите? – Ну, одно другого не исключает. Наши ученики действительно сидят в сотовых телефонах, их оттуда трудно выковырнуть из-за этих сотовых телефонов. Но пропустить такое шоу, как поездка на несколько дней за город, пожить в палатках, посидеть у костра, ну, это просто, в общем-то, надо быть, наверное, не городским жителям, чтобы от этого отказаться. – Вот. Естественно, что это воспринимается на ура у нас в школе. Вот. И обычно выезды у нас достаточно большие. То есть не просто человек 10-15, а выезжает обычно от 25 до 30 человек. Вот. В ближайший нас выезд, когда мы будем проводить благоустройство кордона, мы планируем около 50 человек. Естественно, с экскурсией, с питанием, с организацией проживания их на кордонах. Но, правда, пока в полевых условиях. То есть мы привозим свои палатки, мы их ставим на территории кордона, а домик пока ремонтируем. – Евгений, скажите, вот сейчас нас, ну, какая-то определенная часть Рязани видит, слышит. Если, может быть, молодых людей, подростков, да, заинтересует ваша деятельность, к вам можно как-то присоединиться к вашему волонтерскому отряду? – Конечно, можно. Это не закрытая организация ни в коей мере. И даже, в общем-то, собственно, учеников порядка половины в нашей команде, которая обычно выезжает. Это еще и друзья нашей школы, их много. Это выпускники, которые приглашают друзей, друзей и так далее. Компания обрастает. Вот. Поэтому нам можно просто позвонить, с нами списаться, созвониться или через соцсети, опять же, о нас узнать и выяснить, когда у нас что происходит, и примкнуть. Это запросто. То есть мы всегда новым ребятам рады. Вне зависимости от возраста. То есть возраст практически не ограничен. – Ну что же, Евгений, большое спасибо, что сегодня вы нашли время прийти к нам в студию, рассказали о вашем таком замечательном движении. Может быть, кто-то действительно не знал, кто-то захочет присоединиться. Ну а мы желаем вам удачи в ваших начинаниях. И надеемся, что, возможно, вместе со съемочной группой побываем на кордоне. – Ну что ж, мы вас с удовольствием приглашаем к нам. Вернее, от имени Национального парка Мещурский приглашаем на это совместное дело. – Если получится, мы всегда с радостью. – До встречи в лесу на кордоне. – Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами в следующих выпусках. Желаем вам всего самого доброго. – Субтитры подогнал «Симон»!